всем привет с нами на канале на youtube канале телеспорт болельщица преданная болельщица лыж биатлона лыжи роллеров и всего на свете болельщица из омска лилия соколова лилия приветствую вас ну расскажите как вы здесь оказались и что что с вами здесь уже успел произойти всем привет да действительно мы приехали из омска на своем автомобиле любим посещать спортивные соревнования связанные с лыжами лыжными гонками также болеем за биатлон сама я являюсь спортсменкой в прошлом закончила скульптуры и как-то спорт с нами живет всю жизнь ездим по соревнованиям наслаждаемся спортивной атмосферой знаем любим уважаем спортсменов как бы всех приглашаем тоже это очень красочно эмоционально заряжает процесс очень замечательный я вас сразу заметил на трибуне вы одна из самых ярких болельщиц благодаря в том числе и вашей атрибутики скажите пожалуйста с чем вы приехали в тюмень я так понимаю вы вот это вот ваш собственно флаг с которым вы путешествуете по всему миру до за лыжниками и биатлонистами да это флаг специально сделан на английском английскими буквами чтобы было понятно не только болельщикам из России но также и болельщикам всех стран и этот флаг привлекает внимание многих СМИ также международных они тоже там снимают мы часто попадаем в кадр у нас вот есть и всякие свои погремушки вот в общем стараемся активно болеть и поддерживать наших спортсменов на трассе на стадионе на финише в общем болеем срываем горло таким вот образом а вот расскажите про вот этот вот ваш трофей знаменитый колокольчик да я так понимаю это вы привезли с одного из этапов по биатлону да в Швеции это колокольчик да из Швеции это чемпионат мира там проходил 2019 в Эстерсунде да? в Эстерсунде да в тот ну на тех соревнованиях мне удалось по биатлону этого чемпионата мира удалось поймать два букета цветов от Логинова Саши когда он стал чемпионом мира и когда взял розовую педаль на гонке преследования вот вот а где вы еще бывали я так понимаю что у вас богатая география и насколько я понял что вы не только на биатлоны лыжи ездите но у вас сезон заканчивается даже летом но ездим мы значит в Тюмени мы были был кубок мира когда последний раз он здесь проходил в России потом из-за допинга этих проблем уже все Россию отстранили от международных соревнований также были в Финляндии в Швеции в Германии муж у меня был в Австрии в Чехии и хочу сказать что благодаря вот этому увлечению удалось покупать в таких странах в которых я наверное так просто не поехала вот это тоже определенный интерес определенный стимул и очень интересно самобытные страны посещать смотреть как это все происходит везде свои нюансы везде свои фишечки например шведы у них много озер и есть специальные лыжи коньки на которых они становятся и по этим озерам пробегают прокатывают много километров это тоже очень интересно я пробовала это так такие очень интересные ощущения ну надо к этому привыкать у них целый прокатный пункт существует вот они этим занимаются а вот вы говорили мне вот сейчас мы с вами разговаривали вы были даже в Греции на соревнованиях по лыжероллеру что это? нет, нет, это неправильно меня поняли я бы хотела смотреть находясь в Греции лыжероллерные соревнования но трансляция по матчу ты знаешь не транслируют в Грецию там много-то нельзя поэтому вот хотелось бы чтобы на ютюбе эти вещи были более доступны ну вот телеспорт показывает весь чемпионат России все гонки поэтому смотрите наслаждайтесь да еще хотел у вас спросить ну вот были закрыты сейчас до сих пор закрыты все границы вы остались по сути без путешествий да без своего любимого вида спорта но все-таки получилось вам в этом сезоне куда-то вырваться скажите как вам здесь вообще какая атмосфера вот первый день и уже какие-то первые впечатления есть мы в этом году планировали поехать на турбаски по странам но из-за ковида это не смогло получиться в последний момент вот сюда мы так скажем долго же был запрет на проведение в соревновании вместе со зрителями в последний момент вот только сейчас зрителей пустили мы сразу собрались и приехали вот приехали правда на два дня но сейчас мы прям думаем возможно еще останемся потому что на самом деле во-первых соскучились во-вторых это такие незабываемые ощущения когда находишься здесь на месте событий и это все весь вся атмосфера впитывается тобою ну как сказать на прямую да то есть это не то что смотреть в результате на зарах абсолютно так что призываем всех лилия у меня такой вопрос расскажите главный секрет людей которые постоянно ездят на зимние виды спорта как долго находиться на открытом воздухе на стадионе и не замерзать ну на самом деле это тренировка то есть во-первых уже знаешь что одеть и как одеть во-вторых чем больше ты этим занимаешься тем больше у тебя и я могу стоять там по ну практически получается рабочий день стоим на ногах болеем на стадионах либо на трассе приходишь заранее занимаешь место болеешь потом долго идут соревнования потом пока доберешься пока ну что-то получается очень так ну это чисто тренируешься ну и к тому же я сама вот занимаюсь до сих пор каким-то спортом то есть катаюсь на лыжах по пять раз в неделю скажем так пусть мне какие-то там суперпистанции здесь километров тем не менее мне это помогает и быть в форме и видеть хорошее здоровье иммунитет не уставать за кого-то здесь персонально болеете есть какие-то любимчики за которыми прям вот будете следить приставы ну есть любимчики на самом деле я конечно обожаю Венисуцова вот прям не знаю что но мне очень нравится он прям такой очень во-первых сильный мощный благородный как он помог Большинову с палкой на одном из на одной из гонок да Аня Киркученко она мне очень нравится прогрессирующая спортсмена ну и все наши топ-спортсмены они конечно вызывают освещение стёбов и бошунов и ступак и всех перечислить за год да долго да Лили спасибо большое с нами на ютуб канале телеспорта была болельщица из Омска Лилия Соколова вперед Россия и вам спасибо все на соревнованиях и